Продолжение следует... 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 и выдерживали ту нагрузку, которая будет, возможно, дана при ортодонтическом лечении или, соответственно, тот объем тканей, который формируется повторно в области рецессии десны, чтобы он был состоятельным в долгосрочной перспективе, мы как раз занимались этим же направлением метаболического менеджмента мягких тканей на уровне хирургической манипуляции. По плотности публикации вы видите, что тема достаточно актуальна, и мы тоже стремительно движемся вперед. У нас есть собственный опыт применения геля с хлорофилом и хлоргексидином и также с хлорофилом дегидрокверцитином и корой осины у пациентов с пародонтитом легкой и средней степени тяжести после профессиональной гигиенной санации. И гель показал везде высокие показатели противовоспалительного и кровоостанавливающего действия. Часть специалистов на сегодня отмечает прям гемостаз, когда наносят его непосредственно после хирургической манипуляции или постановки формирователя десны. Две публикации вышли в этом году также. Одна это конференция военно-медицинской академии. И этой статьей мы хотели бы увлековечить память заведующего кафедры, господина Никитенко, скоропостижно скончавшегося, и поблагодарить также всех участников, кто способствовал появлению этих публикаций. В 2016 году нами был уже опубликован и получили ответ на патент по разработке схемы фармакотерапевтической у пациентов при установке индивидуальных костных блоков, при масштабных хирургических манипуляциях в области костной пластики, при масштабных мукогенгивальных пластиках, при хирургической подготовке в области адентии, и у пациентов с отягощенным анамнезом и статусом по системе фенотипических показателей, то есть анатомии, типу кости, объема мягких тканей, биотипу десны, конституции, гигиеническому состоянию, уровню культуры гигиенической. И используя доступные препараты, которые есть в аптеке, это не является ангажированным патентом. Мы можем это все купить, оно есть в доступе. Мы решали задачу создания адекватного состояния мягких тканей для операции. Мы назначали за неделю два препарата, которые изменяли. Один из них реологические свойства крови, он делал ее более жидкой и текучей, а другой содержал большой объем, по сути, содержал субстрат для улучшения состояния, улучшения обменных процессов. И за счет этого, когда мы приходили туда с хирургической операцией, у нас лоску, активно кровил, также активно свертывалась эта кровь. То есть, все процессы гемостаза, они имели место и образование, как мы понимаем, эфибриногена, и тромбина, и фибрина, и тромбина, и обоих компонентов свертывания крови, они активно работали, все механизмы иммунные. Кровеносное русло было готово к травме. И поэтому в рамках хирургической операции мы наблюдали, что вот это качество десны, как вот сказал Виталий Георгиевич, тоже спасибо, что вот даже пустыня на фоне вот этой схемы фармакотерапии, она может стать достаточно выраженным оазисом, что он тоже наблюдает именно у пациентов с первым или первым-вторым типом кости в зоне длительной адентии многолетней. И в дальнейшем мы поддерживаем также это состояние тканей. Также по схеме использовался гель уже на тот момент, как раз гель для швов Фитодент, вот с этой уникальной биоадгезивной основой и содержащий химический антисептик, поскольку по стандартам хирургической помощи мы обязаны включать антисептический компонент в состав применяемых средств. Ну и полоскание аналогично, оно на более длительном периоде, кому-то до месяца назначается, поддерживалось состояние пациентов, улучшало очищающие свойства и поддерживалось состояние мягких тканей. Поскольку гель имеет экспозицию до 3,5 часов, ну а полоскание оно обеспечивается за счет того, что пенится отлично также и повышает очищающие свойства. Поэтому в области хирургических протоколов, направлений метаболического менеджмента нами было уже отработано еще 6 лет назад, мы посмотрели на животных это исследование и провели ряд клинических тестов. Везде схема эта показала себя очень положительно, поэтому мы вот ее также предлагаем к использованию. Это было направление системного. А нам хотелось бы действовать как-то местно. Ну то есть нами была отработана также тема ведения пациента, интер и постоперационно, где включены те же самые средства. Это гель с хлорофилом и хлоргексидином 0,12 и полоскание. Нами была разработана система фенотипических показателей. Мы работаем с ней еще с 2013 года. Впервые она была опубликована в 2017 году в одной из статей по хирургическому лечению рецессии Десны, где мы объединили между собой несколько устоявшихся классификаций, подтвержденных всеми ассоциациями и известными структурами, которые имеют вес в нашей области. Это конституция, конечно же, господина Черноруцкого 27 года. Это классификация костной ткамили, кольма, зарп. Это объем кости, наличие дегисценции у пациента, первичный или вторичный, с различной степенью атрофии. Это оценка объема Десны, а именно биотипа. Это оценка точек крепления мышц, как контрфорсов. Ну это ряд ортопедических показателей, гигиенических, которые нам говорили о том, какого вообще результата можно ждать в ранние сроки и в долгосрочной перспективе от нашего лечения. Мы на сегодня используем ее абсолютно у всех пациентов. И прежде чем разрабатывать какой-то план, оцениваем эти все показатели. Здесь также приведен комментарий, зачем это учитывать, на что влияет каждый из показателей. Это перечень публикаций по теме доклада и по теме метаболического менеджмента мягких тканей в области либо хирургического лечения, рецессии Десны у различных пациентов, либо лабораторных исследований. Ну и по годам публикации вы также видите, что непрерывно ведется эта деятельность достаточно давно. И мы продолжаем. Где-то это просто зачаточные фрагменты исследований, которые дали нам понимание, в каких направлениях двигаться дальше. Либо это уже фундаментальные исследования, которые раскрыли те или иные механизмы. Мы ожидаем несколько публикаций в этом году еще. И в следующем году в разных направлениях по микробиологии, по гистологии и клинических несколько статей. Не будем обязательно вас держать в курсе. На сегодня мы уже имеем патент, но по гелю, который содержит не хлоргексидин, а который содержит также хлорофилл, как и в нашем составе, экстракт осиновой коры, дигидрокверцетин. Появился он в 2018 году. И совместно с авторами нам была предложена композиция, которая содержала бы активные компоненты, также мультинаправленно действующие на все звенья. Регинация мягких тканей. Предложена композиция, которая имеет выраженные профилактические свойства при различных болезнях парадонта и стоматологических статусах. И вот как показал патентный поиск, что этот гель имеет также антибактериальный, противовирусный, противовоспалительный, противогалитозный, очищающий антиоксидантное и иммунокорригирующее действие. А пролонгированное действие за счет как раз гелевой основы. И было совершенно не очевидно, что в совокупности они дадут действительно такой цельный эффект, что является по сути для нас открытием. И патентная защита нашего права на подобную разработку очень приятно. Хотелось бы поблагодарить госпожу Некрасу, Валерию Борисовну, за тот объем работы, который она провела до нас еще, на базе Лестехнической Академии в составе компании «Фиталон», «Фиталон Наука», «Фиталон Мед» и с кем мы являемся добрыми партнерами и друзьями уже на протяжении многих лет. Кто делает для нас как раз вот эти уникальные составы непосредственно в своем производстве, а мы модифицируем форму, предлагаем оригинальные прописи, которые подходят в тех или иных локусах медицинской науки и практики. Продолжение следует...